Уважаемые друзья, если вы хотите оставить свой след в истории, выпустить мемуары или историю своей семьи, познакомить мир со своими исследованиями, то наше издательство будет радо реализовать этот проект. Наши преимущества — это сильная медийная составляющая и индивидуальный подход каждому автору. Подробности в описании. В первую очередь я бы, конечно, коснулся того, что убили лидера Хамаса, Исмаила Хани, он в Тегеране был ликвидирован, как было заявлено в западных СМИ. Давайте разберемся, к чему это приведет, чего нам ждать в ближайшее время. Гибель лидера Хамаса в Тегеране нельзя отрывать от других событий, потому что это единая цепочка событий. Конкретно о чем идет речь? Это появление Ф-16, причем уже решающие боевые задачи на Украине. Пока еще не выступающие в огневое соприкосновение с Россией, но уже решающие боевые задачи. Это удар по Бейруту и, собственно, убийство, вот, значит, лидер Хамании, 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 да? Исмаил Хания. Хания, Хания, оговориться. Хания. Это поездка Нетаньяху в Соединенные Штаты. Это появление фигуры Камалы Харрис вместо Байдена на арене американской политики. Это наращивание группировки вооруженных сил Польши на границе с Белоруссией. Это обещание, вернее, заявление о том, что странам НАТО, это агент СЕК НАТО говорил, надо вводить войска на территорию Украины, но действовать самостоятельно, без мандата НАТО. Это учение с развертыванием там порядка 300 дней с боевой техники и, значит, 1700 человек личного состава Соединенных Штатов Америки на территории Финляндии. Вот эти все штуки, эти звенья одной цепи. И обращаю внимание, что все эти штуки произошли буквально вот каких-то вот несколько дней перед этим. Все это говорит о том, что упреснопамятная спираль войны, которая одно время замедлилась была, я об этом говорил, это было приятное сообщение, за эти дни совершила целый виток. То есть это беспрецедентный темп развития негативной ситуации. Вы теперь как ее оцениваете? Сильно. Сейчас повысилась. Ну, а теперь давайте немножко по деталям. Ну, начнем с F-16. Значит, самолет F-16 поставила Нидерланды. Министр иностранных дел России Лавров говорил, что появление этих F-16 на территории Украины, их полеты в воздушном пространстве Украины, мы будем рассматривать как подготовку НАТО к применению ядерного оружия против России. И он абсолютно прав. Дело заключается в том, что Голландия, конечно, страна, то бишь Нидерланды, не ядерная. Как и Дания, как и Германия, как и Италия. Но есть одно маленькое «но». В период с 2016 по 2018 год Соединенные Штаты Америки провели большую программу по модернизации истребителей F-16 вот этих там пяти стран, в которые уходит вот эта четверка. Германия, Голландия, Дания, Италия, еще одна. Не помню, какая сейчас надо посмотреть. Суть этой модернизации сводилась к тому, что на эти самолеты устанавливалось оборудование, включая соответствующую аппаратуру, которая обеспечивает возможность применения с этих самолетов американских ядерных бомб B61 модификации 12. Эти бомбы составляют основу американского тактического ядерного потенциала, находящегося в Европе, который сосредоточен в основном на Рамштайне, есть некоторое количество в Италии на базе Авиана, и, возможно, есть некоторое количество в Турции, если они оттуда все не вывезли, потому что поступали противоречивые данные. По одним данным, они, американцы, все свое ядерное оружие из Турции эвакуировали из-за того, что Эрдоган поводит непонятную политику. По другим данным, часть там осталась. В общем, непонятно. Но так или иначе, даже если турецкое ядерное оружие вывезено, оно вывезено на Рамштайн, то на Рамштайне там около 200 ядерных боеголовок порядка величины должно быть. Именно американские. Таким образом, появление самолетов F-16, стоявших на вооружении Голландии, проведших модернизацию по программе, обеспечивающей применение американских ядерных бомб, то есть превращающих их в носители ядерного оружия, это сигнал, в первую очередь, России. Причем, если Россия проводила учения по переходу к применению тактического ядерного оружия, то американцы фактически разместили носителей ядерного оружия на Украине. Теперь достаточно доставить боеголовку, подцепить под этот самолет, и можно его применить, ядерное оружие тактическое, по объектам на территории Украины, или, может, даже России. Вот ни много, ни мало. То, что они сейчас летают в западной части Украины, это ни о чем не говорит. Дело в том, что самолету иностранного производства, для того, чтобы он мог нормально действовать на театре военных действий, его нужно адаптировать по комплектующим, по взлетно-посадочным, по аэродромам, поадаптировать его, чтобы пилоты адаптировались к соответствующей инфраструктуре управления воздушным движением, что пилоты адаптировались к системе управления вооруженными силами Украины, к системе управления полетами наведения ударной авиации. Вот эти все вопросы. Отработать режимы полетов на разных высотах на театре военных действий. Изучить систему противовоздушной обороны России, то есть противника. Насколько известно, обещали поставить 4 самолета. 4 самолета ровным счетом ничего не изменят на театре военных действий. Заявили, что 6 поставили. Пусть даже 6. Это не имеет. Потому что сначала говорили про 4, сейчас 6. Это не имеет ничего. Это полуэскадрильи, 6 самолетов. Совсем недавно, буквально несколько дней тому назад, прошла информация, сообщение, прошло наши официальные данные, что самолет Су-35 сбил истребитель МиГ-29 с дистанции 215 км ракетой Р-37. Ракета Р-37 имеет дальность стрельбы предельную 380 км, но стрельба по маневрирующей высокоскоростной цели, такой, как истребитель, у меня эффективная дальность падает, естественно, чем 380 по бомбальтировщику маломаневренному. Поэтому где-то вот он. То, что вы смотрите, это ознакомительный фрагмент. Полную версию смотрите на нашем премиум-канале по ссылке в описании. Новым пользователям 7 дней бесплатно.